Животный белок в сравнении с курением сигарет. Только один из 10 тысяч человек доживает до 100 лет. В чем же секрет? В 1993 году было опубликовано о главном достижении в изучении продолжительности жизни. Одной генетической мутации, что увеличивает продолжительность жизни крошечной аскориды в два раза. Вместо того, чтобы умереть к окончанию срока в 30 дней, мутанты прожили 60 дней или дольше. Это увеличение продолжительности жизни у какого-либо организма было самым большим, о котором было сообщено. Этот червь Мафусаил – медицинское чудо. Эквивалент здорового 200-летнего человека. И всего из-за одной мутации. Этого не может быть. Я имею в виду, что старение, как считается, вызывается многими процессами, многими генами. Как может всего лишь один взятый ген увеличить в два раза продолжительность жизни? Что это за ген старения? Этот ген, который так ускоряет старение, что если он ликвидирован, животные живут в два раза дольше, этот ген был назван «смерть с косой». Что это? Этот червь – эквивалент человеческого рецептора IGF-1. И мутация этого рецептора в организме человека может помочь объяснить, почему некоторые люди живут до 100 лет, а другие нет. Так это просто лотерея. Какие гены мы получили? Хорошие или плохие? Нет, мы можем подавлять или усиливать экспрессию генов в зависимости от того, что мы едим. Три года назад я обнаружил удивительную серию экспериментов с IFR-1 – инсулиноподобным фактором роста 1. Этот гормон, способствующий росту рака, секретируется в огромных количествах в печени, когда мы едим животный белок. Поэтому у мужчин и женщин, которые не едят мясо, яичные белки или молочное, его уровень в циркулирующей крови значительно ниже. Переход людей на растительную диету может значительно снизить уровень IFR-1 в течение всего 11 дней, значительно улучшая циркуляцию крови у женщин, что способствует подавлению роста рака молочной железы и даже уничтожению раковых клеток. Точно так же и сыворотка крови мужчин, придерживающихся растительной диеты, подавляет рост клеток рака предстательной железы примерно в 8 раз лучше, чем до того, как они сменили диету. Такое значительное улучшение защиты от рака будет сведено на нет, если добавить обратно в кровь то же количество IFR-1, от которого они избавились, потому что стали есть более здоровую пищу и жить более здоровой жизнью. Может быть только одно объяснение низким показателям заболеваемостью раком среди населения на растительной диете. Это уменьшение потребления животного белка, которое приводит к падению IFR-1, что далее ведет к значительному подавлению роста рака. Доктор Орниш и его коллеги оказались в состоянии повернуть вспять процесс развития рака. На ранней стадии рака простаты без химиотерапии, хирургического вмешательства или облучения. Только на основе растительной диеты и здорового образа жизни. Теперь, когда мы дети, нам нужны гормоны роста, чтобы расти. Существует очень редкий генетический дефект, который вызывает дефицит ИРФ-1, что приводит к карликовости, но в то же время защищает вас от развития рака. Ни одной смерти от рака, например, на 100 человек с ИРФ-1 дефицитом. Как насчет 200 человек? Ни у кого не развился рак. Большинство злокачественных опухолей облеплены ИРФ-1 рецепторами. Но если ИРФ-1 вокруг нет, то они могут быть не в состоянии расти и распространяться. Это может помочь объяснить, почему те, кто придерживается диет с низким содержанием углеродов, как оказалось, укорачивает продолжительность своих жизней. Но не просто диеты с низким содержанием углеводов, а те, которые основаны на животной пище. В то же время растительность диеты с низким содержанием углеводов были ассоциированы с более низким риском смерти. Но взгляните, низкоуглеводные диеты содержат много животных жиров и также белков животного происхождения. Так как же мы знаем, что это ненасыщенный животный жир убивал людей? И это не имело ничего общего с белком. То, что нам нужно, так это исследование, которое охватит несколько тысяч человек. И их потребление белка в течение 20 лет или около того. Нужно просто посмотреть, где живет дольше всех, у кого развивается рак и у кого нет. Но такое исследование никогда не было проведено. До сегодняшнего дня 6 тысяч мужчин и женщин старше 50 лет со всех концов США наблюдались в течение 18 лет. У тех, кто был моложе 65 лет и потреблял много белка, общая смертность была выше на 75%. И риск смерти от рака был выше в 4 раза. Но не все белки одинаковы. Подобные ассоциации не были замечены или были слабыми, если белки были растительного происхождения. Все это имеет смысл, учитывая высокий уровень ИФР-1 у тех, кто употреблял в пищу много животного белка. Спонсирующий университет разослал пресс-релиз с замечательной фразой в самом начале. «Это куриное крыло, которое вы едите, может быть столь же опасно, как и сигарета». Объясняя, что диета, богатая белками животного происхождения, употребляемая в период среднего возраста, увеличивает в 4 раза ваш шанс умереть от рака, чем диета с низким содержанием белка. Фактор риска смертности сопоставим с курением сигарет. И когда говорят о диете с низким содержанием белка, то на самом деле имеют в виду просто рекомендуемое количество белка. Почти каждый имеет раковые или предраковые клетки в какой-то период. «Вопрос в том, будут ли они развиваться», — сказал один из ведущих исследователей. «Это может зависеть от того, что мы едим». Вопрос заключается не в том, что какая-то определенная диета будет хороша для вас в краткосрочной перспективе, как заметил один из исследователей, а поможет ли она вам дожить до 100 лет. Это не только в случаях смерти от рака. Люди среднего возраста, которые едят много животных белков, оказались более восприимчивы к смерти в более раннем возрасте. Важно то, что то же самое не относится к растительным белкам, таким как бобы. И причина не в жире, а в животном белке, что оказался виновником. Такова была реакция на открытие, что диеты с высоким содержанием мяса, яиц и молочных продуктов могут быть вредными для здоровья, как и курение. Один ученый в области питания сказал, что это потенциально опасно, потому что может навредить эффективности пропаганды, проводимой общественным здравоохранением. Как? Например, курильщик может подумать, «Эй, зачем бросить курить, если сыр и бутерброд с ветчиной так же плохи для меня?» Это напоминает мне о знаменитой рекламе сигарет Филипп Моррис, что пытались преуменьшить риск, говоря, «Эй, вы думаете, что пассивное курение вредно, так как увеличивается риск развития рака легких на 19%?» А выпивать один или два стакана молока каждый день может быть в три раза хуже, так как это увеличивает риск развития рака легких на 62%, или риск возрастает в два раза, если вы часто говорите о растительном масле, или утраивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто не следует вегетарианской диете, или увеличивается в шесть раз, если вы едите много мяса и молочных продуктов. Таким образом, они приходят к выводу, давайте обобщим, риск развития рака от пассивного курения может быть значительно ниже, чем от других повседневных занятий. Погодите, это походит на высказывание, не беспокойтесь о том, что вас зарежут, потому что быть застреленным хуже. Это как сказать, если вы не пристегиваетесь ремнями безопасности, то вы можете иметь незащищенный секс. Если вы идете на бандж-джампинг, вы также можете отсоединить у себя дома детектор дыма. Минус на минус не всегда дает плюс. И, конечно же, вы заметите, что Филипп Моррис перестал делать молочные продукты козлом отпущения, как только они приобрели крафт-фудс.